Пресс-тысячелетний. Концепции его развития и становления стали центральными темами Большого совещания. Второе заседание Организационного комитета по подготовке и празднованию миллениума подвело итоги работы, начатой еще в конце 2016-го. Условно, она разделена на несколько блоков. В числе центральных – строительный. В настоящее время из предусмотренных планом для возведения и реконструкции 28 объектов, 4 уже введены в строй. 12 запланированы к вводу в 2018-м, столько же и на будущий год. Возможно, это стало благодаря детально проработанной системе финансирования, которая соблюдается всеми участниками. В 2017 году из заложенных в распоряжении 73 миллионов было фактически израсходовано 70 миллионов рублей. По госинвест-программе был заложен только решательный объект, это пожарное депо. В 2018 году сейчас эта работа уже поправлена, в этом году начатой работы по строительству. В 2018 году по плану распоряжения 152 миллиона, реально заложено 119 миллиона. Но это не потому, что недодинансирование, а потому, что по факту проектирования, по факту уничтожения, мы имеем для этого, как правило, на понижение той суммы, которая заложена в распоряжении. Поэтому это не проблема. Проведение празднования тысячелетия запланировано на три дня, с 13 по 15 сентября. В это время в областном центре пройдет большое количество мероприятий. Многие из них уже опробованы. И, как показывает практика, пользуются популярностью и у жителей Бреста, и у гостей города. По каждому из этих трех дней у нас уже есть расшифровка соответствующего плана мероприятий. Здесь методология следующая, что мы опробировали городские темы. Молочный фестиваль вместе с товарищем продуктом. Карнавал. Фестиваль цветов. То есть это те темы, которые мы опробировали, в той или иной разнице восприятия. Но теперь это все уже вместе собираем в одну композицию. И в течение трех дней у нас есть мероприятия, способные, ну, в принципе, удовлетворить гаражам, гостей города и соответствовать статусу священных его празднований. Главным местом празднования тысячелетия Бреста станет акватория реки Муховец. Будет работать художественный свет, пиротехника, будет разбит лагерь воздушных шаров. Эффектным дополнением к общему визуальному решению действия станут инновационные технологии по подсветке воды, по проецированию трехмерных изображений на водно-дисперсионный экран, а также сложные фонтарные системы. Тысячелетний юбилей города над Бугом – это знаковое событие в жизни не только Брестского региона, но и республики, и даже стран СНГ. В 2019-м областной центр станет культурной столицей объединения. Однако, занимаясь подготовкой и проведением всего комплекса мероприятий, важно думать о том, как настроены на это события люди, отметила глава администрации Наталья Качанова. Многое в этом вопросе зависит от того, насколько эффективно работает народно-хозяйственный комплекс, как организуется деятельность на предприятиях и насколько регулярно идет выплата заработной платы в организациях и учреждениях. У нас предприятия должны работать эффективно, стабильно, заработная плата должна выплачиваться людям в свое время. То есть на финансовое состояние предприятий, на их летабельную приборную работу, надо обращать внимание, уже сегодня заниматься этими предприятиями. Вы же понимаете, праздник должен быть праздником здесь, а не так, что будут проблемные предприятия, могут выстроить красивые объекты, будет город красивый, где должно быть праздничное настроение. Сегодня информационная составляющая подготовки Бреста к тысячелетию также находится в числе приоритетных позиций. Особое внимание в этом вопросе уделяется сувенирной продукции. С ней глава администрации президента ознакомилась в рамках большой выставки. В целом Наталья Качанова удовлетворена темпами работы и вынесла высокую оценку деятельности по подготовке к тысячелетию. Я, как председатель оргкомитета, осталась довольно увиденным, потому что, прежде всего, по сравнению с тем периодом, когда я была в прошлом году здесь, значительные произошли изменения, очень активно ведутся работы на всех строительных площадках. Важно то, что везде обеспечены объекты финансированием практически, есть, хватает строителей, и, в общем-то, хорошая стадия готовности этих объектов. Я думаю, что к празднику город будет абсолютно обновленным, красивым, уютным, удобным. Собственно, и сегодня Брест очень хорош, но те объекты, которые планируются завершить к тысячелетию, они позволят людям, брещанам, жить более комфортно.